Всем привет, с вами Джон Кобра и в сегодняшнем ролике мы пройдем новый полицейский ивент в Кардиларшип Тайкуне. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы начинаем сегодняшний ролик. За прохождение ивента вы можете получить вот такую вот прикольненькую бэху и пройти этот ивент вы сможете в течении всей этой долгой недели. То есть для следующей субботы у вас есть время, чтобы пройти этот ивент. По факту пройти этот ивент можно за час при желании. И теперь давайте уже посмотрим непосредственно на то, из чего состоит этот ивент. Понятное дело, проходить его вам нужно на полицейской машине и обязательно заспалнить полицейский автосалон, иначе ничего не будет работать. Ивент состоит из двух частей. В первой части вам нужно поймать грабителей. Понимаете, КДТ у нас уже превратился в какой-то Джилбрейк или Мэдсити, где нам нужно ловить грабителей. Также в игре появился банк и вроде бы еще несколько заведений. Но знаете, в чем прикол этой игры? То, что КДТ это все-таки не Джилбрейк. И багов вот в этом обновлении больше, чем во всех остальных вместе взятых. То есть понимаете, для обновлений сейчас, для ивентов сейчас нормально не работать. То есть вы можете подъехать к банку, а он не будет работать. И вы, собственно говоря, с этим ничего не сможете сделать. Либо вы можете подъехать к заправке и провалиться. Ну все, заходим, заходим, заходим. Вперед, 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 вперед. АААА, НЕТ! Понятное дело, в этом приятного мало. Но хотя бы полицейская гонка вроде бы в 90% случаев работает нормально. Только если вы не берете самую крутую машину в игре, которую трясет на каждой кочке на каждом повороте. Единственное в чем здесь проблема, это, наверное, в деньгах. Здесь для того, чтобы получать денежки, нужно собирать вот такие вот кристаллы, но дело в том, что они не всегда берутся, но это в принципе мелочь, гонки хотя бы засчитываются, а это для нас главное. Если что, можете не пытаться догнать этот грузовик, даже если вы его догоните, он окажется прозрачным, то есть, понимаете, на самом-то деле это такая же гонка, только здесь для вида машина, то есть, ничего не поменялось, только визуально что-то изменилось, и это на самом-то деле грустно. Да, также еще появились на дорогах вот такие вот заграждения, то есть, не везде можно приехать, и если вы слишком сильно отдалитесь от вашего фургончика, то, к сожалению, он просто остановится, то есть, понимаете, для того, чтобы поймать грабителя, вам достаточно просто отъехать от него на немного большое расстояние, то есть, если он от тебя на большую дистанцию отъедет, ничего не произойдет, и это на самом-то деле немного грустненько, Но, к сожалению, все-таки КДТ это не джейлбрейк, и такие, понятное дело, здесь происходят проблемы. Но, возможно, в будущем что-то из этого да и поменяется, и машины будут хоть как-то вот эти вот NPC-шки походить на машину, а то, ну, это не дело, когда она на миллион километров от тебя улетает, и ты ничего не сможешь с ними сделать. Это немного скучненько, и грустненько, и обидненько. Беру свои слова обратно. Та гоночка, которая полицейская, она тоже багует, и она тоже иногда не запускается и ломается, к сожалению. И в таких случаях единственное, что можно сделать, это перезагрузить сервер и понадеяться на удачу. Да, ура, мы в банке, да, мы в банке, что может быть прекраснее, чем хороший такой банк. Так, здесь в банке нам нужно пройти по вот такому-то маршруту и добраться до вот этой комнаты. Здесь нам нужно открыть вот эту фигню. А знаете, мне вот интересно, а лазеры убивают? А, они телепортируют тебя назад, понятненько. Знаете, я на секунду подумал, что меня сейчас кикнет из банка, и я не смогу больше сюда попасть. В общем, заходим вот в этот сейв, здесь очень много денег, все падает, светится, и воруем грабителя. То есть, ловим, а не воруем грабителя, вот так вот. Все, у нас получилось. Вообще, на данный момент в игре только два места ограбления. По идее, там есть и ювелирки, и другие, чего там только нет. Помните, когда мы начинали полицейскую гонку, мы там чего только не видели, там столько всего было. И одни магазины, и другие, и третьи, и десятые. Но по факту, ничего этого в игре нет. Вообще, обнова очень неоптимизированная, прям реально неоптимизированная. Не знаю, как они так ее создавали, но мне кажется, кстати, обнову надо было подойти более профессионально, и перед тем, как ее выкладывать, пофиксить баги. Хотя, обнову эту, по идее, уже делал две недели. А даже не все машины нормально катаются, есть те, которые просто летают. Это было тяжело, но спустя примерно часик мы выполнили почти все задания. И теперь единственное, что нам осталось, это зачистить заправочку. Эх, конечно же, даже заправочка и банк. В первый раз, возможно, еще и бывает что-то интересное, а потом все однообразно и скучненько. Ладно, если раньше как-то можно было в первый раз находить, что-то думать, как это все пройти. А сейчас ты просто бежишь здесь, вот, открываешь эту дверь, открываешь эту дверь, вот эту дверь, пробегаешь тут, тут, и вот он, грабитель. И забираешь его с собой на тот свет. Ну, вообще, в тюрьму забираешь, ну, в общем, забираешь его с собой. Эх, и это, на самом деле, немного грустненько. Хоть есть какая-то интересная авторская задумка, но все равно, вот, как-то реализовано это все не очень. Можно было все намного прикольнее сделать. Минимум, сделать так, чтобы люди могли сами от людей угонять, что их надо было блокировать или что-то в этом роде делать. А то, ну, просто обычная гонка получается. Да и ограбления обычные. Эх, грустненько, в общем, это немного получилось. Но ничего, давайте теперь посмотрим на новую машину, которую мы получили за прохождение этого вента. Спалним ее. Вау, но Бэха, это, конечно же, крутая тачка. Вау, посмотрите на эту здоровскую, крутую Бэху. Вот что я понимаю, машина для настоящих крутых полицейских, да. Теперь мы точно станем самыми крутыми полицейскими на районе. Блин, это получается Бэха примерно сколько стоит? Так, 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 так. Сейчас посмотрим в магазине примерно ее стоимость. Она вроде где-то по 200 тысяч, да, стоит? Так, Бэха, 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 Бэха. Где она? Где моя Бэха? А, вон она, все. Это как Бэха, получается... Где была похожая Бэха? В общем, здесь была одна похожая Бэха, мы ее покупали не так давно в одном из обновлений. Получается, примерно ее стоимость 175 тысяч. Примерно столько эта машина и стоит. Но это на самом-то деле грудненько. Я ожидал немного, что она будет быстрее. Хотя вот эти вот полицейские машины, они, как правило, не быстрые, потому что они не спортивные и не гоночные. Значит, эта машина самая обычная, но при всем при этом у нее прикольные фары. Тупо машина для торгуровки РП. Но даже несмотря на все это, это получается быстрейшая на данный момент наша полицейская машина. Она лучше, чем Форд. То есть на этой машине мы будем намного быстрее участвовать в гонках. Хотя, я не думаю, что после этого обновления кто-нибудь будет участвовать в тех полицейских гонках, потому что они скучные. Ну что же, я надеюсь, что в следующем обновлении они добавят интересные гонки с полицией. И что реально будет что-то интересное. Ну что же, вот такой вот сегодня у нас был ивент. Мы получили вот такую вот прикольненькую машину. И, конечно же, я надеюсь, что этот ролик вам понравился. И что вы обязательно оценили его лайком и подписочкой на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!